Еще один важный вопрос, который я хотела с вами обсудить. Кремлин заявил, что заявление представителя США о контроле над вооружениями является положительным и рассчитывает, что она будет подкреплена де-факто шагами по геологическим каналам, сказал Песков. Мы помним, что 2 июня советник по нацбезопасности США Джейк Салливан сказал, что Соединенные Штаты будут соблюдать ограничения по ядерным вооружениям. Но где брать гарантию, что Россия будет также соблюдать? И сегодня такие вот куарные разговоры могут вестись, именно именно ядерного потенциала, ядерного оружия России контролирует ли до сих пор этот вопрос США? Во-первых, уже много было сказано, и даже представителями администрации Байдена, что Россия давно нарушает этот договор и не соблюдает. Даже если бы говорила, что она соблюдает, на самом деле она лгала. Они же лгут постоянно. Нет ни одной вещи, о которой бы говорила администрация Путина, и где бы была правда. Везде ложь, постоянная ложь. Поэтому вот эти разговоры, они отвлекающие, конечно. И администрация Байдена, я уверен, прекрасно понимает, что этот не пойдет на это сегодня, этот Путин. Даже если он будет говорить «да», на самом деле он будет делать с точностью наоборот. Почему? Да потому что у него не осталось арсеналов в его руках, козырных карт. Он идет просто на шантаж, на угрозы. Больше нечего ему показывать, предъявлять миру, чтобы угрожать, чтобы, вы знаете, пугать. Уже ничего не осталось. Поэтому рассчитывать на то, что Путин вдруг согласится и скажет, ой, давайте вот мы сядем за стол переговора, возобновим этот договор и будем контролировать друг друга, на это не нужно рассчитывать. Это отвлекающий маневр. А Байдену нужно говорить об этом, хотя бы для успокоения общественного мнения. Я уверен, вокруг Байдена прекрасно знают, что нарушения Путиным имеются, он не будет следовать своим обещаниям и никакие договоры он соблюдать не будет. Поэтому я считаю, что на эти разговоры не надо обращать внимания. Абсолютно. Сегодня одно необходимо – помогать Украине. Чем быстрее, тем лучше. И довести Украину до победного конца, до осени этого года. Всё к этому идёт. Осталась только воля западных стран. От слов перейти к делу. Конкретно. Даже не называя вещи своими именами, помогайте. Дайте Украине всё, что нужно. Никакие солдаты НАТО не нужны. Украина уже доказала миру. Вот она уже больше года воюет без всяких натовских солдат. Она умеет воевать. Только дайте оружие. Вот это очень важно. И я уверен, что многое делается без обнародования. Вот это причина. Вот это причина. И мы это видим. Мы это видим. И даже число систем противостояния оборудования Патриот значительно выросло за последнее время. И оно растёт. Я уверен, оно в движении. И без этого невозможно. Мы все видим, что происходит и в Киеве, и в Запорожье, и в Харькове, к примеру, каждый день. Поэтому этого нельзя терпеть. Патриоты должны быть. Но этого недостаточно. Нужны быть F-16. Сегодня у нас три вида, кроме дронов, я уже не говорю, идёт война дронов, три вида снарядов. Это с Искандеров, с наземных систем падают на Украину. Это калибри, которые летят с морской акватории. И, конечно же, кинжалы. Вот на сверхзвуковых самолётов. А против них нужны F-16. Это очень интересные виды самолётов. Они в состоянии быть многоцелевыми. Они бьют и по живой силе наземной, и по оборудованию. Они имеют потрясающие системы наведения. Так что много позитивов. И сегодня Турция не случайно просит именно F-16. F-16 просит. Не F-35, а F-16. И, судя по всему, Байден обещал. Он даст ему. Ну, при условии, ведь торги идут. При условии, если Турция не откажет Швеции войти в семью членов НАТО. Скорее всего, это может произойти очень скоро. Что ж, верим, конечно, в самые лучшие. Верим в помощь, победу. Здесь, конечно, пусть это для россиян будет сюрпризом. Что у нас есть. И день победы тоже пусть будет сюрпризом. Надеемся, Путину кто-то в бункере передаст. Обязательно об этом в дне скажет. Что вот, всё, уже Украина победила. Буду вас благодарить за важный разговор сегодня. И за оптимизм, который вы каждый раз усиляете нашим слушателям. Это точно. Но я вам скажу такую вещь. Мы не ограничиваемся этим. Вы знаете, мы уже думаем задолго за послевоенный период. Например, мы не забыли ещё и о Лизе, между прочим. Который был подписан. Он так и, знаете, мёртворождённым ребёнком почему-то оказывается. Мы хотим задать вопрос. У нас будут встречи с конгрессменами. И второе, не менее важное, это план Маршала. Мы сейчас лоббируем. Это послевоенная помощь Украине. Вы помните, именно благодаря плану Маршала Европе удалось быстро встать на ноги. Прежде всего Германии. И вот сегодня мы уже начинаем долбать сегодня Конгресс. Чтобы сегодня был план Маршала уже сформирован. Чтобы вот сегодня, в три часа дня закончилась война. Путин поднял ножки, руки там или сдох, чёрт его знает. И уже тут же объявлен план Маршала. Огромнейший, всеобъемлющий план оказания помощи Украине во всех направлениях. Это жилищное строительство, это медицина, это образование, инфраструктура. И отдельно уже стоит разговор о том, чтобы создать военную инфраструктуру Украине. Чтобы Украина была настолько сильна, чтобы никто не посмеял даже подумать, чтобы поднять руку против Украины. Вот такой будет Украина. Обязательно. Кругого нет. Субтитры создавал DimaTorzok